Приветствуем всех, дорогие друзья! Рады видеть вас на канале i2Heart, сегодня для вас вещает Максим. И тема этого видео сравнение видеокарт GTX 1070 Ti и более новый RTX 2060 Super. Видеокарты разных линеек и поколений, у новинки даже появились новые функции в виде поддержки трассировки лучей аппаратной. И несомненно, люди, которые приобрели себе видеокарты среднего или верхней планки среднего сегмента, в которую входит GTX 1070 Ti, заинтересованы в той производительности, которую могут предложить более новые видеокарты. Однако вполне резонно раздумывают над тем, а стоит ли менять свои старые проверенные решения на более новое поколение видеокарт. Ведь ценники данных видеокарт в видео сильно отличаются. В данном случае получается снова практически в два раза. Nvidia GeForce GTX 1070 Ti на вторичном рынке можно достать за приблизительно 15 тысяч рублей, плюс-минус несколько тысяч. Всё очень будет сильно зависеть от региона и выставленных ценников. Например, наша видеокарта была куплена из оценки DNS за 14 300 рублей. Если же говорить про RTX 2060 Super, то это новинка и стоит она на текущий момент времени около 26-27 тысяч рублей. Разумеется, ценники на видеокарты колеблются в регионах и будут изменяться с течением времени. На текущий же момент нам будет интересно выяснить, разница в цене в 50%, окупается ли производительностью более свежей видеокарты. Давайте рассмотрим характеристики и предположим, на что же они могут быть способны по сравнению друг с другом. Если мы говорим о GTX 1070 Ti, то по характеристикам она уже близка к своему старшему брату GTX 1080, и производительность их отличается приблизительно на 10% в зависимости от исполнения. В нашем случае это MSI Gaming X, и мы здесь имеем 2432 шейдерных блока, 64 ROPA и 152 TMU блока. Память же у нас GDDR5 от Micron, её на борту 8 гигабайта, пропускная способность с шиной в 256 бит составляет 256 гигабит в секунду, что довольно неплохо для тех времён. Как и в предыдущем видео подобного формата, спешу сообщить, что мы не ставили целью перед собой найти одинаковые видеокарты в плане исполнения, поэтому в зависимости от исполнения модели, производительность может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. RTX 2060 Super по позиционированию Nvidia находится несколько ниже в линейке, но она новее. У неё также 64 ROPA блока, однако всего 136 TMU блоков, а самое главное меньше шейдерных процессоров 2176. Однако RTX 2060 безусловно выигрывает по памяти, ведь здесь используется GDDR6 память от Samsung, и пропускная способность её составляет 448 гигабит в секунду при той же самой шине в 256 бит. Подобный прирост пропускной способности должен серьёзно сказаться на производительности видеокарты, ну а также не забываем об архитектурных и драйверных улучшениях. Теперь же пару слов о деталях обзора, о тестовом стенде и о том, как проводилось тестирование. Прежде всего о тестовом стенде. Данные видеокарты тестировались на одной и той же системе, базировалась которая на процессоре Intel Core i9-9900K в разгоне до 5 ГГц, на материнской плате Asus Maximus 11G, оперативная память G-Skill Flare X двумя планками по 8 ГБ, с частотой 4200 МГц и таймингами CL17 и ужатыми вторичными таймингами. Накопитель SSD Vaginto на 960 ГБ. Охлаждение Thermaltake Flooring 360. Блоком питания выступал Thermaltake Tough Power iRGB на 1250 Вт. Корпус был собран в открытом стенде, при температуре в помещении 20 градусов по Цельсию. Видеокарты тестировались в своём стоковом состоянии из коробки, без разгона и какой-либо настройки, не считая драйверов, которые также были установлены одной версии. Также хотелось бы отметить, что настройки игр на этот раз следующие. Это разрешение WQHD, то есть 2560 на 1440 точек, и максимальные настройки. Во всех играх без исключения. Ну что ж, самое время приступить к тестированию. Начнём с не самого требовательного, однако популярного ныне шутера формата Королевская битва – Apex. В данной игре даже при повышенном разрешении видеокарты умудряются показывать вполне приятный фреймрейт, который будет достаточен для 60-герцовых мониторов. Если говорить про GTX 1070 Ti, то она выдаёт порядка 95 кадров в секунду. Однако GeForce RTX 2060 Super куда быстрее, обгоняя более старую видеокарту на 35% и показывая результат в 127 кадров в секунду. Следующая игра – Assassin's Creed Odyssey. Здесь на максимальных настройках при повышенном разрешении WQHD мы получаем 44,5 кадра в секунду на GTX 1070 Ti, что можно считать вполне удобоваримым показателем. Однако более комфортная игра оказывается на RTX 2060 Super. Ничего удивительного в этом нет, а преимущество более свежей видеокарты составляет около 26%, что довольно немало. Следующая игра в нашем списке – Battlefield V. Для того, чтобы создать одинаковые сцены, была использована одиночная компания. Здесь видеокарты также справляются неплохо, однако признанную стандарт качества картинки в 60 кадров в секунду смогла преодолеть только RTX 2060 Super, обогнав свою конкурентку на 32%. Впрочем, играть и на GTX 1070 Ti будет вполне можно, однако лучше сбавить настройки. Следующая игра в нашем списке – это Borderlands 3, новинка игровой индустрии. Здесь мы получаем совсем небольшое отличие между видеокартами, что этому поспособствовало сказать сложно, однако мы получили всего лишь 18% разницы в производительности, и на той и на другой видеокарте результаты вполне неплохие, играть будет можно и с тем, и с другим пресетом. Однако настройки на GTX 1070 Ti, да и на RTX 2060 Super всё же лучше немного убавить, чтобы получить стабильные 60 кадров в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Следующая игра в нашем списке – это Control, также одна из довольно свежих игр. И в ней мы получаем очень заметную разницу в производительности. Если видеокарта GTX 1070 Ti выдаёт едва более 30 кадров в секунду, и среднее количество кадров на ней оказывается 34,3, то RTX 2060 Super показывает результат практически в 50 кадров, обгоняя старушку на 44%, что очень и очень заметно. Следующая игра – это Far Cry 5. Она не так хорошо отозвалась на изменение видеокарты в стенде, и мы получили и в том и в другом случае вполне неплохой FPS. Разница между видеокартами составила 18,5%. Следующая игра, также имеющая довольно приличную популярность, да и являющаяся также довольно неплохой с игровой точки зрения – это Red Dead Redemption 2. На максимальных настройках мы получаем 34 кадра в секунду на GTX 1070 Ti. Настройки на ней лучше немного снизить. А вот GeForce RTX 2060 Super показала невероятные результаты в 51 кадра в секунду, обогнав старушку на 49,5%, что очень и очень много, практически составляет разницу в их цене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая игра в нашем списке – это Shadow of the Tomb Raider, и здесь мы получаем преимущество новинки в 35%, что вполне усреднённо. FPS в обоих случаях играбельный, и с ним можно вполне комфортно проходить игру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая игра в списке – это The Witcher Wild Hunt, Ведьмак 3. И в нём мы получаем стабильный и достаточно высокий фреймрейт и в первом и во втором случае. Если мы говорим о RTX 2060 Super, то она обогнала конкурентку на 30%. ПОСЛЕДНЯ ИГРА В НАШЕМ СПИСКЕ Это Tom Clancy's The Division 2. Данная игра также выдаёт довольно неплохие результаты. Однако если RTX 2060 Super может похвастаться тем, что преодолела отметку в 60 кадров в секунду, то GTX 1070 Ti до этого немного не дотянуло. Разница между видеокартами порядка 25%. ПОСЛЕДНЯ ИГРА В НАШЕМ Что же можно сказать по результатам этого тестирования? RTX 2060 Super несомненно шагнула на ступеньку вперёд в производительности. И даже оказываясь на ступень ниже в позиционировании модельного ряда, показывает куда более высокие результаты в играх, а также преподносят нам новые технологии в виде аппаратной поддержки трассировки лучей. Пользоваться ей или нет вы конечно решите сами, однако производительность в любом случае гораздо более высокая, чем у GTX 1070 Ti. И в среднем по всем играм, которые были взяты в тестировании, она составляет около 30%. С другой стороны, если отталкиваться не от процентного соотношения, где RTX 2060 Super естественно выходит победителем, то GTX 1070 Ti показывает также неплохие результаты. Во многих играх это не 60 конечно кадров в секунду, но вполне играбельные значения, и всего в паре игр на повышенном разрешении WQHD, GTX 1070 Ti на максимальных настройках графики довольно тяжело. Если же вы не самые требовательные геймеры, можете позволить себе либо понизить разрешение, либо просто убавить настройки до высоких или средних значений в некоторых случаях, то вы получите отличную плавность игрового процесса и не менее яркие незабываемые ощущения, чем на более новой видеокарте, при этом сэкономив приличное количество денег. Покупать GeForce GTX 1070 Ti новый конечно не имеет никакого смысла, однако если вы не боитесь вторичного рынка, то можете попытать счастье там. Выводов за вас мы делать конечно же не будем. Вы можете сами сделать их на основе тех данных, которые мы вам предоставили, и надеемся, что они были для вас полезны. А если так, то и мы надеемся на вашу поддержку в виде лайков и комментариев под видео. А также не забывайте подписываться на канал, у нас много полезных и интересных видео на самые разнообразные тематики, связанные с компьютерным железом. Благодарю всех за просмотр, для вас вещал Максим, и вы были на канале i2Heart. Всем спасибо, увидимся в следующих видео, и всем пока-пока.